Самый главный противник, вот только что в эту высоту, это тот, до которого не дотянешься. Самый близкий, до кого можно дотянуться вообще без всякого геморроя и спокойно от него ничего не останется. Это наш заклятый враг Британии. Но ведь оттуда все идет, все остальные шестерки. Я тогда говорил, не надо трогать наши стратегические адресы. У нас вполне других хватит, чтобы в этой Британии ничего не осталось. Кто-то нам ответит? Никто не ответит. Никто не ответит. Потому что и РВСН, и морская составляющая, и дальняя авиация, она вся останется, она готова, заряжена. Попробуй дергнись. Мы уже в Европе моментально охладим, не просто все головы охладим, а все быстро успокоятся. Закончится вся помощь, все сразу. Но говорят, если мы что-то сделаем, мы будем изгоями. Мы про этих изгоев слушаем уже два с половиной года. Где мы изгоем, в каком месте? Как только мы вот это сделаем, то о чем говорю, к нам в очередь выстроиться. Прийти сюда. И поздороваться хотя бы для того, чтобы почти не завизировать. Но это тоже вариант развития. Я рассказывал точно так, что можно Европу моментально на колени поставить. Я говорю про Голландию, что основной поток нефтепродуктов там идем. Если их просто там обезоружить, Европа вся встанет наглухо. Это же в глобальном смысле. И когда мы говорим, что давайте мы там применим, давайте применим. Давайте больше, давайте больше применим. Давайте мы конкретные цели выберем, примем решение. Чтобы потом больше никогда никакого не было желания. Как у Бонапарта или Гитлера идти на Москву. Ну как-то вот так.